Господа, смотрите, значит, как только я записал видеоролик, в этот момент поступила информация о том, что Путин подписал указ о непосредственно продаже экспортной выручки, обязал продавать экспортную выручку. Поэтому, смотрите, сейчас я вам покажу. У нас это произошло, буквально информацию скинули в группу, я после этого уже ее увидел, поэтому я вам вчера говорил, что есть вероятность, что все-таки рубль дальше будет ослабляться, но после вот этой информации ситуация может поменяться. Сейчас я вам покажу. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, Путин ввел обязательную продажу валюты для ряда экспортеров. Там картина, значит, не стопроцентно понятна, то есть, сейчас я вот найду полное описание, сейчас один момент, господа. Вот, смотрите, для стабилизации валютного курса устанавливается обязательно продажа валютной выручки экспортеров, и президент России подписал указ об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. По внешнеторговым договорам, контрактам, да, согласно документу вводится три основных нововведения. Первый сроком на шесть месяцев для отдельных компаний вводится обязательно репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительству. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок. И второй вводится обязанность для отдельных компаний по предоставлению в Банк России Росфомониторинга индективных планов графиков покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. Третье, в отдельные компании вводятся полномеченные представители Росфомониторинга, в задачу которой входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. В общем, короче, смысл какой? Прежде всего надо понимать одно, что здесь основная цель данных мер создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций, рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов. Значит, смотрите, господа, ситуация какая? Во-первых, здесь не указано, что всю выручку, то есть какая-то определенная часть, это раз. Во-вторых, не все компании это будут делать. Пока это все, опять же, больше как словесная интервенция, хотя мы видим, что именно произошло подписание, факт есть. Поэтому, смотрите, что я сейчас теперь хочу вам сказать. После такой новости, поэтому я вас и предупреждал, что на самом деле все вот эти вот любые факторы могут просто поменять картину в один момент. Значит, смотрите, я вам сказал, что мы рассматривали вариант на ослабление рубля, да? Но, что может произойти завтра на этих новостях? Мы можем в итоге пойти резко на укрепление, отыгрывая 13.60 пробить по юаню и уйти в зону вот этого 13, 12.80, 12.60. Куда конкретно, я гадать не буду, потому что, еще раз говорю, реакция может быть достаточно жесткая. Теперь смотрите дальше, но, еще раз говорю, это будет временно, то есть на самом деле это будет лучший закуп по доллару, я считаю, потому что, смотрите, оттуда, естественно, пойдем опять вверх. Доллар может оказаться 95, 93.70, 92.20, 90.50, вот 84 и прочее я не беру. Они могут выгнать как раз вот в этот диапазон пока, опять же, временно, а потом опять же начнется все это дело по старой схеме на откуп. Поэтому завтра на самом деле может быть лучший способ купить тот же доллар, потому что если они в этот момент, когда произойдет реакция, вначале опустят туда, в итоге, как мы уже неоднократно это видели, вот эти способы, вот эти способы, да? И потом, соответственно, все это дело будет отыграно. Поэтому, господа, завтра в любом случае ждем, естественно, потом обратный, скорее всего, возврат, но на какой-то момент мы можем увидеть резкую просадку, вот в эту зону. И по евро это, господа, будет, соответственно, 99.50, вот сюда, а вот 90 и там 88, естественно, не рассматривают такой вариант. Вот сюда вот может сходить на 99.50, может быть, чуть ниже продает, хотя тоже слабо верю, еще раз говорю, очень, очень сейчас странная ситуация. Поэтому в этой ситуации мы ждем, как минимум, в начале, как говорится, моментную реакцию, а потом, соответственно, это все может быстро отыграться, имейте в виду.